Доброе утро, друзья! День четвертого путешествия. Сегодня будем восходить на самую высокую точку Румынии, на пик Молдавяна. Сразу вышли в дождь. Идем собирать Серегу из машины. Вот мы должны подниматься сейчас вот сюда наверх. В палатке чувакам классно все здесь. Все, к нам присоединился Сережа. Мы идем четвером. Мы выдвигаемся все-таки. Да, покорять вершину. Да, совершенно выкрашиваются камни. Начинают, наверное, просто. Сейчас мы идем. Музыка Музыка В какой-то момент склон такой вертикальный становится. Кажется, ну куда тут уже вертикально? Невозможно идти. Нет, идешь. Вон Вася уже наверху. Музыка Не пройдем. Не пройдем нереально. Но глаза боятся, ноги делают. Надо ставить себе цели. Даже пусть они кажутся недостижимыми и достигать их. Просто идти в их сторону. Не, велик, конечно, круто, но я прочувствовал и пешеходные прелести маршрута. Идешь пешком, но так кайфово, такие вообще виды. Кстати, сюда на машине никто не заедет, на велике никто не заедет, только пешком. Музыка Вот классическая тура для путешествий. Что это даже не так, не для альпинистов, а горные туристы. Вот они выставляют такие туры, обозначающие правильный путь. Это вместо меток, да? Это вместо меток, да. Обычно метки часто смываются, стираются дождями, ветрами. А тура стоит всегда, в любое время. Знаешь, мы идем правильно. Да, если тура развалилась, есть такая добрая традиция достроить ее обратно от каждого альпинера. А вот, кстати, там вдалеке, вот эти ребята идут светофорчиком. Зеленый, желтый, красный. Они прошли мимо нас, такие экипированные. Мы рядом с ними, как будто басота прошли какая-то. Смотрим на Штефана. Штефан с городским портфельчиком. С фонбуком. Да, да, да. Я выгляжу примерно так же. Вася хотя бы палку делает. Наоборот. Вася делает палку. Вася кинул в рюкзак палку. И как-то привыкаешь к этой высоте. Да, тихонечко. В принципе, идешь, смотришь, кажется, блин, да здесь обрыв, если сюда сорваться. Ну, ну, все, как бы. А, привыкаешь уже. Все-таки живут здесь как-то люди, ходят. Нормально. Просто не надо думать. Надо думать только о хорошем. Еще одна наука в жизни. Думайте позитивно. И все будет хорошо. Я в шоке, ребята. Куда мы идем? Вон наша тропа идет. Вот туда мы спустимся. И, представьте себе, вот так вот мы будем идти вдоль горы. Блин, восхождение это не так просто оказывается. Ты знал, на что мы подписывались? Я не знал. Просто вас, она тормоновано. Вась, будет сложно. Все, что мы бы сейчас прошли, вот это сложно. Ну, завтра легкая прогулка такая. Гуляем так, километров три. Вниз, вверх, вниз, вверх. Блин, вертикальные подъемы, спуски. Гейт, посмотрите, вон, Вася. Ну, опыт у нас с Сашей, отлично. Да, опыт, слава богу, да, выключается. Вот так вот, из лета в зиму. Среди на июля. Среди на июля. Твой интересней. Александр идет на рискс. Друзья, короче, уже не до суток. Но вот эти палки, это реально необходимая вещь. И еще кошки. Главное, блин, есть кошки в номере. И не взял их, тупо, дурак. Ледников нету. А здесь есть ледники, такие скользкие. Без палки, фиг пройдешь. Были бы кошки, было бы намного увереннее. Стремника, стремника становится. Это просто, вот весь вот этот путь, вот тот холм, еще один ком. Вот это все, что мы прошли до сих пор. Это вот падение, поднятие, падение, поднятие. Вот эта трасса и становится тяжелее. Если было бы чисто, допустим, поднятие, 5 километров поднять это бы. Ааа. Как дела, Сашка? Супер. Сашка. Прошло два с половиной часа. И почти треть пути мы прошли. Это казалось сложнее, чем мы думали. Не надо. Не надо. Подписывайтесь на наш канал. Нет,タイ destruction. Б symс camок, с какой сезёй. Несмотря на внешнюю такую, вроде бы, простоту этого маршрута, он себя отметил огромным количеством крестов. То есть люди гибли здесь в довольно-таки изрядном количестве. Это нас уже, по-моему, четвертый крест, да, если не ошибаюсь? Причем в некоторых ситуациях гибли прямо группами. Поэтому не такой-то он и безобидный, как мы его подали сначала. Мы идем по красному категорированному маршруту, скорее всего, категория 2, 2, 3. И что это значит? Это значит, что на нее имеют, ну, лучше всего выходить достаточно подготовленные. Такие, как мы. Да. Велосипедисты. Лошары. А вообще маршрут тяжеленький, так, если честно. Физически тяжелый. Кто бы знал. Кто бы знал. Кто бы знал, что эта легкая прогулка окажется такой нелегкой. Не скользит? Кто бы забывает. Кто бы знал. Кто бы забыл. Кто бы забывал. Кто бы знал, чтоologist. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри Нет, мы здесь делаем привал, обедаем И решаем, что делать дальше Мы прошли 40% где-то Дороги, 5 часов Нам придется ночевать где-то там, чтобы вернуться 50% за то, чтобы назад вернуться 50% за то, чтобы пойти дальше Я очень Недооценил этот маршрут Я не хочу ночью возвращаться По вот этой теме Я точно знаю, что мы дойдем до Молдавяна Мы не вернемся просто Просто не вернемся Нам нужно будет там где-то приночевать Вернуться Но у нас там чек-аут В 11-30 Там вещи, то-все Я не знаю, как там все произойдет И получается, что где-то мы будем и штрафы платить Это момент переломный Мы возвращаемся назад Проверьте, ничего не осталось Облака потрогали? Вот так, потрогали Все Готовим себе из снега Это не то, что вы подумали Да Из снега готовим Сейчас кипяточек Мы пообедаем Потому что уже немножко проголодались Не немножко, а так основательно И вода у нас закончилась Мы, кстати, воду еще будем набирать в бутылки Покушаем и возвращаемся назад Вот так это все выглядит Друзья, отзовитесь, кто Кто начинал восхождение И возвращался назад Пишите в комментариях Нам срочно нужна ваша поддержка А то мы себя чувствуем подавленными Друзья, 18 июля Воды нет Тепла нет Но снега до хера Моем посуду снегом Вот так Субтитры создавал DimaTorzok Дорога до хера там где мы лезли на на цепях и марте то есть три шага смерти мы прошли те три горба вот и горба три шага смерти все друзья молдавян это фигня мы пришли три шага смерти мы не знаешь что мы идем по такому страшному этапу прошли три шага смерти надо не знать куда идешь и ты пройдешь да нет вас я знал вас я знал мы только сейчас вышли на правильный маршрут синий маршрут для новичков для любителей легкий прогулочный тот который нам обещали правда мы по нему уже возвращаемся а красный вот видите синяя метка ребята есть такое представление естественный отбор так вот там на это забили то есть если дебил то естественный отбор будет работать дебилы должны уничтожаться вот он наш перекресток на котором мы опять внули не туда мы должны были другой тропой да вот а мы поехали вон там красный мы оттуда через как шли красная она нужна вот сюда синяя вот желтое внимание желтый маршрут спуск и медичка а мы второй раз уже осознанно туда пойти не пойдем я мог жопой перед перекусить стальную проволоку да мы такого четко ну вот это за буритом ставить спальники перебереждают не походу на здорово соли карта сброска с этим исключает чисто кучита за зыри смотри это что лакул печеньяку Включил камеру, когда мы уже поели, забыл показать вам стол. Мы были на 2400 и спустили с 2400. Так вот, облачка были под ногами. Мы сейчас проходили очень опасную трассу. Идя по ней, думали, что это тропинка, по которой идут все. И мы видели, что, блин, страшно опасно. Почему никого нет? Что за фигня? Почему мы одни здесь? Это первый вопрос. И когда видели, ну окей, страшно опасно, но если люди сюда ходят, значит и мы пройдем. И мы проходили такие места, просто нереальные. Да, выдохлись, но это был красный маршрут. И это был три шага до смерти. По поводу того, что случилось, родился новый афоризм. Мы сильные, но тупые. Да, ну и еще те другие, реально. И так простенько и аккуратно всегда. И в птице. Ладно. Будь. Доколист. Пойте. У-ху-ху. Субтитры сделал DimaTorzok